Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте, смотрите сегодня. Вынужденные меры сегодня в Сочи от водоснабжения отключили жилую пятиэтажку. Жильцы дома на Макаренко задолжали водоканалу более 400 тысяч. Из Олимпийской столицы на чемпионат Европы сборная России по греко-римской борьбе готовилась в Сочи к предстоящему старту в Румынии. У природы нет плохой погоды, говорят они и ежедневно мониторят ситуацию на курорте. Гидромедцентр следит не только за погодой. Накануне профессионального праздника специалисты рассказали, что еще на курорте находится под их контролем. Веглайф впервые в Сочи. Фестиваль вегетарианского и веганского питания проходит на курорте в рамках специализированной выставки продукты питания. Сегодня губернатор Вениамин Кондратьев провел традиционный час контроля. Глава региона проверил, как выполняются поставленные им задачи. Докладывал о текущей ситуации начальник управления контроля Максим Туровец. В совещании приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств края по видеоселекторной связи главы муниципалитета. В некоторых районах дела улучшились, например, в Павловском, Белореченском и Кавказском. А вот другие муниципалитеты не спешат исполнять поручения, не могут сдвинуться с мертвой точки в Белоглинском и Горячем Ключе. Например, в Абширонском районе уже несколько лет не получается подготовить документы на строительство дошкольного учреждения и ремонт местного стадиона. Вениамин Кондратьев поручил незамедлительно разобраться в ситуации. А вот в Сочи сегодня от водоснабжения отключили пятиэтажный жилой дом на улице Макаренко. Жильцы не платят за воду и даже не пытаются решить вопрос задолженности. МУП «Водоканал» пошел на вынужденные меры. Когда отключают от водоснабжения, значит ситуация доведена до предела. В данном случае сумма долга людей за воду составила 434 тысячи рублей. Мало того, что застройщик, а это в городе уже общепринятая практика, не довел дело до конца и 38-квартирный дом на Макаренко 6-8А подключен к воде по временной схеме, так еще и сами жильцы не считают своим долгом расплачиваться за предоставленную им услугу. Водоканал ждал два года, но всему бывает предел. С незаконными подключениями, отключениями дома есть ограничения по водоснабжению. Сейчас непосредственно закрытие и установка пломбы. У дома, отмечают специалисты водоканала, нет проектно-технической документации, соответственно, у жильцов и нет договоров. Подобно подавалось по временному соглашению, по сути, из чувства жалости к жильцам, которые оказались в непростой ситуации из-за нерадивого застройщика. Но и сами они, да и их управляющие компании не проявляют активность, чтобы решить вопрос с официальным подключением к сетям. Отключение было плановое, уведомлены все службы, администрация, Роспотребнадзор, пожарная служба. Люди были уведомлены, развешаны были объявления заблаговременно, но никаких попыток к погашению дебюторской задолженности на сегодня мы не видим. Пока гуманная опломбировка, как напоминание жильцам, что любую коммунальную услугу необходимо оплачивать. Если люди пломбу сорвут и подключатся самостоятельно, меры будут более жесткими. Как правило, вырезается уже часть трубы водопровода. Но задача водоканала не наказать жильцов, которые, к слову, не идут на контакт с организацией, а из окна снимают на телефон, как производится отключение от водоснабжения. Задача – оформить законное подключение. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. На авиабилетах на майские праздники можно сэкономить около четверти цены, а половина стоимости билетов на поезда будет доступна пассажирам в возрасте от 10 до 17 лет на протяжении всего лета. Билеты на самолет обойдутся дешевле, если их купить заранее, еще до апреля. Так, стоимость поездки в Сочи будет на 26% ниже, чем непосредственно перед майскими праздниками. В Симферополь на 22%, до 20% в Стамбул и другие города Европы. Цены на другие востребованные направления, как в Калининград, Минеральные воды, Братиславу, Омск и Ниццу, останутся практически прежними. Колебания цен не превысят 4%. Что касается железнодорожных сообщений, то РЖД и вовсе сделает скидку на детский билет в плацкартных общих вагонах до 50% на летний период с 1 июня до 31 августа. Такое предложение было озвучено руководителем компании накануне во время встречи с премьер-министром страны. Дмитрий Медведев инициативу поддержал. 65 тысяч тонн проволоки в год. Абинский металлургический завод готов полностью закрыть потребности кубанского рынка в этом виде продукции. И даже поделиться с Европой. Сегодня на предприятии торжественно запустили новый метизный цех. Участие в открытии приняли полпредпрезидента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор края Внемин Кондратьев. О том, насколько важно сегодняшнее событие для всей отрасли страны, материал наших краснодарских коллег. Справа мы видим размоточное устройство, слева печь стоит. Регаты предназначены для производства оттенкованной проволоки. Начальник метизного цеха Андрей Зиновенко с гордостью показывает свои новые владения. Без малого 12 тысяч квадратных метров. На этом участке установлено самое современное оборудование. Станки позволяют ускоренно выпускать несколько видов проволоки. В том числе одни из самых ходовых – оцинкованную, рифленую и сварочную. Скорость волочения проволоки на станах мы достигнем 35 метров в секунду. Это максимальная скорость, которая в принципе есть. Средняя скорость на аналогичных заводах достигает 20-15 метров в секунду. В сутки здесь смогут выпускать 180 тонн продукции. Для сравнения это 9 полностью загруженных фур. Полученную проволоку можно применять практически во всех сферах жизни. От производства тележек для продуктов в супермаркетах до строительной отрасли. Мощности, уверяют Абинские металлурги, хватит, чтобы полностью закрыть потребности кубанского рынка. Еще и останется для поставок на запад. Для этого специально оборудовали экспортную линию, на которой проволока получается мягче, чем для отечественного рынка. Три, два, один, старт! Дорогие друзья, поздравляю вас с запуском четвертой очереди Абинского электрометаллургического завода. Событие знаковое не только для региона, но и в целом для страны. В торжественной церемонии запуска участвовали полпредпрезидента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, заместитель министра промышленности России Виктор Ептухов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Первый камень в основании новой очереди завода заложили всего два с половиной года назад. И уже сегодня здесь готовы к производству. Инвестиции в создание метизного цеха превысили миллиард рублей. Уверен, что работа нового цеха, оснащенного современными технологиями, значительно увеличит объем выпуска продукции, повысит его качество, позволит создать дополнительные рабочие места. На новом производстве будут обеспечены достойные условия труда и высокая заработная плата его работников. В целом, все это, безусловно, укрепит экономику Кубани. Должен отметить, что в последнее время Краснодарский край динамично развивается. Растет промышленное и сельскохозяйственное производство, денежные доходы населения. Строятся новые производственные и социальные объекты. Сегодняшнее событие наглядный тому пример. Главное, что сегодня мы делаем, мы на самом деле продукцией метизного цеха снимем большую часть потребности в проволоке на юге России. Мы вытесним с нашего рынка зарубежные аналоги. Это принципиально важно. Можно говорить, а можно делать. И сегодня перед нами реальный результат дел. Людей, которые не говорят, а делают. Да, на непростую, где-то может быть, экономическую ситуацию. Да, это риск вкладывать собственные инвестиции и надеяться на то, что они не то, что прибыль будет, а вернутся или окупятся. Два года назад на этом месте мы закладывали камень. А сегодня открываем высокотехнологичное производство, равного которому еще нет в России. Это флагман промышленности нашего края. И каждый из нас здесь – это часть этой большой экономики, развивающейся экономики нашего края. Вы – маленькая часть большой экономики. Абинский завод по-своему белая ворона черной металлургии. Обычно подобные производства в России находятся на Урале и в Сибири. То, что такое предприятие 9 лет назад заработало на Кубани, многие воспринимали как шутку. Однако за это время завод вышел на третье место в мире по производительности. Причина – в упертом кубанском характере, делится секретом успеха с полпредом президента Владимира Мустиновым, губернатор края. А вообще печка не выключается никогда, да? Нет, на ремонт становится раз в месяц. А так она не выключается. Это непрерывный процесс. Можно ли было представить, что аграрная Кубань может стать промышленной Кубанью? А сегодня можно смело говорить о том, что сегодня промышленность металлургическая. На Кубани на высочайшем уровне. На высочайшем уровне. Уникальность Абинского металлургического завода еще и в том, что в качестве сырья здесь используют не железную руду, как принято, а обычный металлолом, который свозят сюда со всего региона, очищают и пускают в производство. Это в прямом смысле пламенное сердце завода. Здесь привезенный металлолом превращают в специальные заготовки, из которых потом и делают конечный продукт. Температура жидкой стали достигает 1600 градусов по Цельсию. И даже зимой в минус 15 на улице в этом цехе плюсовая температура. Сталеплавильный цех без остановки работает круглые сутки. 140 тысяч тонн стали в месяц и свыше полутора миллионов тонн в год. Это одни из лучших показателей в стране. Собственно, из полученных здесь заготовок и выпускают арматуру, проволоку и другие изделия. Откуда, соответственно, уже получается, наша заготовка выходит в готовом состоянии через 15 метров. То есть, ну, парадокс, скажем, нашей машины, это то, что ков с жидким металлом, а через 15 метров у тебя сформировавшаяся заготовка необходимого размера сечения, который нам нужен. Старший мастер Сергей Половинко не местный, приехал из Украины. На Абинском металлургическом заводе, в принципе, можно изучать географию. Здесь работает больше 3,5 тысяч человек из разных районов, регионов и стран. Кстати, после открытия нового метизного цеха дополнительно появилось 600 рабочих мест. Лет 15 назад сложно было представить на территории Абинского района наличие металлургического комбината. А сегодня очень сложно представить жизнь и экономику Абинского района без электрометаллургического завода. Потому что он является бюджетнообразующим предприятием района. Он обеспечивает большую часть, значительную часть населения района рабочими местами. Ну, кстати, не только Абинского, а и Близлежащих, и Крымского, и Славянского районов. Из Абинска арматура, проволока и другие изделия прямиком отправляются в Америку, Африку и Азию. Работу кубанского металлургического завода уже успели оценить на Западе. Правда, как всегда, своеобразным способом. Будто боятся, что наше качество окажется лучше. И даже то, что вас отметили в Америке и ввели против вас, против одного из видов продукции, самую высокую заградительную почту, говорит о том, что действительно вы выпускаете высококонкурентную, качественную продукцию и занимаете рынки практически во всех странах, на всех мировых и глобальных рынках. Вот новые корпуса, новые цеха сдаются с самым высокотехнологичным оборудованием. И вы поймите, что наш коллектив мощный, работоспособный. Вы понимаете, что за нами будущее сегодня. Будущее Кубани и будущее страны. В этом году мы уже выйдем однозначно на первое место в стране по производству метизов. Вы согласны с этим или нет? Скажите мне. Молодцы. Металлурги – люди серьезные. Словами на ветер не бросаются. И, как в подтверждение своих намерений, на заводе собираются построить еще один метизный цех. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Абинский район. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Косная, рыбная, молочная и овощная продукция. Крафтовые сыры, мед, экопродукты, деликатесы по выставочным ценам. Розница и опт с 21 по 23 марта. Жемчужина. Ход свободный. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив агропрома. Лучший подарок с юга может быть произведен в Сочи. Стартовал туристический конкурс, который проводит Туристко-информационный центр Краснодара. Как утверждают организаторы, это единственный туристический конкурс в Краснодарском крае и Южном федеральном округе, позволяющий идентифицировать качественные подарки и сувениры местного производства, с которыми у гостей и жителей ассоциируется регион. К участию приглашают предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории края. Заявки принимают до 20 апреля на электронный адрес, который вы сейчас видите на экране. Для участия конкурсантам необходимо предоставить производимые ими товары и документацию, подтверждающую их качество. Оценивать подарки и сувениры будет экспертная комиссия, которая определит победителей в шести номинациях. Лучший гастрономический подарок с юга, лучший винный подарок, а также лучший чайный подарок. И лучший подарок для приготовления блюд. Это номинация для производителей специй и пряностей. Производители же сувениров будут бороться в номинации «Лучший ремесленный подарок с юга». Победа в конкурсе позволит производителям не только эффективно заявить о себе на рынке региона, но и разместить на своей продукции знак «Лучший подарок с юга». В эту субботу сотрудники гидрометцентров отметят свой профессиональный праздник, который совпал со Всемирным метеорологическим днем. За погодой в Сочи пристально наблюдает специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей. Сегодня мы побывали в этом центре, узнали, как он работает и чем занимаются его специалисты. А также узнали от синоптиков прогноз погоды на ближайшие выходные. Все подробности в нашем сюжете. Гидрометцентр – это не только синоптики. Немногие задумываются, что служба занимается и мониторингом загрязнения окружающей среды. Это аэрохимическая лаборатория. Здесь на загрязнении изучают пробы воздуха, определяют концентрацию различных примесей. Говорят, она не превышает нормы. А это гидрохимик проводит калибровку приборов для полевых анализов. Сейчас весенне-летние половодии. Речную воду отбирают именно в это время. За год шесть проб. Морскую воду анализируют четыре раза. Морские воды мы исследуем в прибрежной зоне на расстоянии примерно 200-300 метров, а также в открытом море на расстоянии от берега две морские мили. По результатам наших исследований можно сказать, что наше Черное море чистое. Что касается рек, имеется небольшое загрязнение тяжелыми металлами, рассказывают в лаборатории. Но оно не связано с деятельностью человека. Реки берут начало в молодых горах Кавказа. Происходит естественное вымывание этих металлов из горных пород. А еще гидромедцентр составляет прогнозы погоды и предупреждает об угрозе возникновения опасных природных явлений. Например, шторма, ливни и лавин. Над этим круглосуточно трудятся синоптики. По территории установлены автоматические медиастанции. Каждые 10 минут мы получаем с них информацию. Отслеживаем, особенно актуально это в летний период, когда у нас появляется интенсивная возможность формирования резкого облачности и выпадения интенсивных ливней. До Олимпийских игр в нашем распоряжении было значительно меньше средств для отслеживания этих погодных явлений. Надо отметить, что подобные метеоцентры обычно расположены в столицах регионов. Ну а в Сочи работает целая служба – более 120 сотрудников. Метеорологи утверждают, что Сочи – один из самых сложных для прогнозирования городов нашей страны. Погоду на курорте формируют высокие Кавказские горы, море и непростой рельеф. У нас очень обширная наблюдательная сеть на территории города Сочи. Функционируют, проводят наблюдения три метеостанции с наблюдателями. У нас восемь автоматических метеостанций. У нас сейчас развивается очень сеть гидрологических наблюдений, которые отслеживают состояние уровня воды в реках. У нас очень большой объем работы по снеголовинному обеспечению в районе Красной Поляны. Мы обслуживаем сразу несколько курортов и даем фоновые прогнозы по горной зоне лавинной опасности. Кстати, самые первые прогнозы погоды в Сочи делали более 140 лет назад. Они зафиксированы в этой раритетной книге наблюдений. Из этой книги наблюдений мы можем увидеть, что в марте 1872 года, 22 марта, температура воздуха утром была плюс 8,2 градуса, в час дня – 13,6. И спустя полтора века почти ничего не изменилось. Мартовская погода все так же капризна и неустойчива, говорят синоптики. Сейчас в Сочи ожидается волна холода. В выходные дожди с температурой в районе 8 градусов. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Десять «Тигров» будут служить в Абхазии. Российская военная база в соседней республике получила 10 бронемашин «Тигр-М». Такие машины используют разведчики и конвойная служба. Автомобили предназначены и для огневой поддержки основных сил. Новые модели получили пятый класс защиты от пулевых попаданий. Внутри установлена специальная система связи, а на крыше есть возможность закрепить пулеметы или автоматический гранатомет. Кроме водителя, в салоне могут разместиться связист, стрелок и несколько десантников. Главное преимущество техники – максимальная защита экипажа. Например, огнетушители здесь срабатывают автоматически. «Тигры» поступили в воинскую часть по программе перевооружения, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Вместе с ними военные получили 10 портативных радиолокационных станций артиллерийской разведки. Сегодня любимый всеми юными сочинцами театр «Кукол Саквояж» отметил свое 20-летие. Праздничный концерт состоялся на сцене Дома культуры Центрального района, где все эти годы и проходят спектакли Саквояжа. В зрительном зале нет свободных мест. И преданные зрители, и приглашенные гости – всем хотелось в этот день поздравить артистов городского театра «Кукол Саквояж» с 20-летним юбилеем. Невозможно быть волшебником, если не любишь детей, если не любишь сказку, если не любишь тех, чем ты занимаешься. За 20 лет у театра «Кукол Саквояж» было множество спектаклей. И не только для самых маленьких зрителей. Руководитель театра Роман Соколовский любит эксперименты. В прошлом году состоялся даже тур по стране со спектаклем для слабовидящих «Белые ночи». Основой послужило произведение Достоевского. Декорации кукол в этом спектакле зрителям можно было трогать. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. В субботу весенний театральный сезон для юных зрителей откроется премьерным спектаклем авторской пьесы о двух друзьях-гномах. А сегодня куклы не работали для зрителей, а праздновали вместе с ними день рождения. Ощущение у нас сейчас даже, вроде бы 20 лет, а такое впечатление, что мы только-только начали, только начинаем. Что хочется что-то изобретать, какой-то такой свой велосипед. Мы пытаемся брать какие-то новые технологии, новые какие-то тенденции, которые сейчас популярны в Европе, в Европейском театре кукол и у нас в России. Театр не стоит на месте. Сейчас Соколовский учится у признанных мастеров в высшей школе деятелей сценического искусства. А значит, сочинского зрителя ждет много нового. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В «Эг-Лайф» впервые в Сочи. Фестиваль вегетарианского и веганского питания пройдет на курорте в рамках 21 специализированной выставки «Продукты питания». Она открылась сегодня в гранд-отеле «Жемчужина». 21-я международная специализированная выставка «Продукты питания-напитки» объявляется открытой. От базовых продуктов массового потребления до изысканных деликатесов. Мясо, рыба, сыр, молочные продукты, орехи и сухофрукты, грибы, кондитерские изделия и разнообразие напитков. Огромный ассортимент продуктов питания представляют поставщики из различных регионов России, а также из Республик Армении и Беларусь. В течение трех дней на выставочной площадке пройдут презентации новинок, дегустации от производителей, мастер-классы и конкурсы. Впервые организован фестиваль вегетарианского и веганского питания «Вег-Лайф». Очень интересные встречи, лектории, мастер-классы по здоровому питанию, по принципам аюрведического питания, по принципу вегетарианского питания. Диетологи, нутрициологи, специалисты самых разных направлений по здоровому образу жизни расскажут, подскажут, направят. Может быть, как раз эта выставка станет для вас новой точкой отсчета правильной жизни и правильном питании. Впервые пройдет и фестиваль крафтового сыра, а также традиционный рыбный фестиваль «Сочи-фиш-маркет», где представлены все виды рыбы, морепродукты, а также продукция аквакультуры. В рамках выставки предусмотрена и насыщенная деловая программа. Все дни фестиваля будут проходить мастер-классы по приготовлению вкусных и полезных блюд, лекции ведущих специалистов, а также консультации врачей-диетологов. Посетить выставку «Продукты питания» можно по 23 марта в Гранд-отеле «Жемчужина». Время работы с 10 до 18 часов. Тонны камчатской рыбы снова прибыли в Сочи. Приобрести дары моря можно в выставочном центре Гранд-отеля «Жемчужина» по 23 марта включительно. У стенда «Икра и рыба камчатская» традиционно многолюдна. Эта продукция уже проверена сочинцами и пользуется огромным спросом. Здесь можно приобрести более 35 видов рыбы, добываемой на Камчатке. Это знаменитая чавыча, корюшка и белорыбица. А изюминка производителя – бочковая селедка с Алюторского залива. И, конечно же, икра, в которой сохранены все полезные свойства. Это рыба наисвежайшая. Она буквально неделю назад плавала. Коптится на альхе, на дубе. Они специально коптят по специальной технологии, что все витамины сохраняются. Даже детям очень полезно. Рыбий жир, омега-3, омега-6 – все в нем есть. Каждый раз привозим до 6 тонн товара общий. Ну, ярмарка 5 дней, но в конце у нас заканчивается все буквально. Мы сами, производители, отличаемся тем, что мы не закупаем товар. Мы сами все это производим, сами доставляем, сами продаем. Даже я сам участвовал в процессе копчения. Гарантия качества 100%. Приглашаем всех попробовать нашу рыбку. Компания «Икра и рыба Камчатская» сразу нашла в жителях Сочи благодарных покупателей. Ведь от моря до стола эту рыбу отделяет буквально один шаг. Приехал, понабрал всего понемножку. Так что большое спасибо, что такие продукции приезжают. Это очень хорошее разнообразие к нашему столу. Очень вкусное. Просто язык проглотишь. Свежее-свежее. Очень вкусное. Рекомендую. Рыба – популярный товар в магазинах. Но такую, как на этом стенде, можно приобрести несколько раз в год, уверяют постоянные покупатели. И сейчас тот самый шанс. Стенд компании «Икра и рыба Камчатская» находится прямо у входа в выставочный зал отеля «Жемчужина». Инга Габешия, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин. Телекомпания «ФКТ». В Сочи завершились тренировки сборной России по греко-римской борьбе. На базе спорткомплекса Александра Карелина в отеле «Весна» борцы готовились к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в апреле в Румынии. Это второй базовый сбор национальной команды перед европейским турниром. Традиционной площадкой для подготовки борцов уже на протяжении многих лет становится спорткомплекс Александра Карелина. На этой базе есть все необходимые условия для качественной подготовки команды. А главное, все сборы здесь заканчиваются высокими результатами. На прошедшем чемпионате мира команда России по греко-римской борьбе завоевала шесть золотых медалей, что является абсолютным рекордом. «Восемь чемпионов мира в команде, два олимпийских победителя. Поэтому для нас это приятно, потому что все проходит именно на базе Карелина спортивного комплекса. Почти 200 дней в году обязательно будет большой серьезный результат. Надеюсь, что во всех десяти веселых категориях мы возьмем 10 золотых медалей». Накануне в спорткомплексе прошла финальная тренировка, на которой представители городской федерации спортивной борьбы пожелали сборной удачи в предстоящем старте. Среди гостей был и олимпийский чемпион подзюдо Арсен Голстян. «Всем удачи, главное без травм, потому что мы все одно целое, хоть и в разных видах спорта. Но мы дружим и мы всегда поддерживаем друг друга. Удачи им». Оглашение состава традиционно происходит за 10 дней до турнира, после контрольных схваток. Но главный тренер с выбором уже определился. «Бороться у нас будет сильнейший состав. 55 килограмм Виталий Кабалуев, 67 килограмм Артем Сурков, 72 Гуязыг Мансигов, 77 Роман Власов, 82 Александр Комаров, 87 Давид Чакветадзе, 97 у нас Муса Евлоев, 130 килограмм у нас будет Сергей Семенов, 60 килограмм Сергей Емелин, 63 килограмм Степан Маранян». С 28 марта по 10 апреля классики отправятся на итоговый сбор в Подмосковье, откуда уже в Бухарест на чемпионат Европы. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах «Новости Сочи ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...